сосед снизу он в принципе не должен меня слышать вот от того что когда я хожу чтобы он меня не слышал есть вот это вот 3 чады муха того что я еще раздавали фоли для тех кто танки фоли он должен быть минимум четыре сантиметра минимум соответственно у нас теперь будет второй вид стяжки это для получается первый был для бетонного основания для гаражей как по немецким стандартам мой это был на бетон то есть грубо говоря обычный цемент песок на бетон 2 здесь можно сказать так вот к фирбунта и штриху это когда наделают бетон в гараж или другие технические помещения до склады когда то есть можно это дополнить толщина до начинается трех сантиметров то есть ее можно сделать подготовить основание тонкий слой залить чтобы именно бетонную поверхность выровнять 2 2 вид стяжки который есть в германии он называется таким образом и штрихов тренщик и так и штрих это стяжка дать это имеется ввиду штяжка она может быть цементно-песчаная может быть с гипсовой добавкой на тренд шихт это короче фолия то есть в том месте где мы не можем сделать фирбунт и штрих 3 сантиметра где у нас перепады больше чем 3 сантиметра рекомендуется делать на вот эту фолью то есть 67 сантиметров чтобы выровнять до 8 сантиметров это может быть рекомендуется делать на фолью почему толщина 8 сантиметров тогда она не будет лопаться то есть опять она точно так же играет и опять ее надо резать делать деформационные швы чем больше площадь да и я больше это надпиона у нас соответственно больше сжимается и больше поднимается поэтому и делят на маленькие короче узлы третий вид ну выглядит это таким же образом пирог ну только столько больше перекрытие может быть фундамент плита да здесь вот этот стяжка она больше толщиной то есть она также показана в любой до чертежной документации для того кто делает стяжку и вот здесь вот это вот это вот фолия допустим это еще может быть не может быть тоже гаражи технические помещения которые не находятся в доме это не может быть в подвале сделано допустим частного дома такое не может сделать подвале частного дома потому что подвале частного дома у тебя это должно быть еще утепленок к этому сейчас мы придем да это второй вот вид называется рейшли кого в тренши до стяжка на на клеенку то есть может быть клеенка может быть бумага но как правило делают клеенку третье это швиминде эштрих то есть эштрих на стироп на штеропол но называется швиминде я полистирол на полистирол ну то есть это может быть серопол может быть полистирол смотря где находится то есть на ком уровне здания находится то есть выглядит это таким образом наше опять перекрытие вот это вот первый слой я там там здесь пишу и фолия да это фолия потом короче вот он второй слой это полистирол то есть зависимости от того на каком этаже это находится да и зависимости от того какое у вас отопление если у вас опять отопление напольное отопление до через отопление да то есть соответственно вот здесь вот трубы нашего отопления теплый пол так называемый да теплый листья кстати еще небольшая вот это вот короче пенопласт до составляет 4 сантиметра всегда надо иметь ввиду если вы положили пенопласт 4 сантиметра после того как вы засыпете эштрих но стяжку до цемент песок так как у него прочности никакой он присядет он присядет будет здесь не 4 3 сантиметра вот экструдия допустим не присаживаться здесь не используют этот экструдирование да и сп называется он почему так как это называется это называется короче это называется то есть это звукоизоляционная материал это не теплоизоляционная это звукоизоляционная ложится он при условии короче на второй плите перекрытия скажем так на втором этаже он не может если у тебя под перекрытием здесь у тебя земля то так не делается то есть у тебя здесь должно быть еще один этаж как тот этаж сделать я сейчас это уберу покажу отдельно как тот этаж делается то здесь это не делается пушь это связано звукоизоляции то есть звукоизоляция есть опять она здесь параллельных сразу будет их есть три вида с тобой мы разговаривать едва назвал то есть когда я стучу сосед слышит когда я разговариваю до вибрация по воздуху он идет туда и вот когда я хожу сосед снизу в принципе не должен меня слышать вот от того что когда я хожу чтобы он меня не слышал есть вот это вот 3 чады от того что я хожу теперь отсюда толщина которой стяжки должна быть здесь я берут размер вот этот вот отверг от трубы он должен быть минимум 4 сантиметра минимум соответственно но идеально 5 минимум 4 сантиметра потому что там это специальная опять стяжка специально это цементно-песчаная с добавками то есть здесь и не просто как бы там не мешают но добавляют еще химию кроме виброволокна это называется фузблоденхайдсунг эштрихи то есть это теоретически называется эштрихи швыми эштрихи когда у тебя штиропол а теперь он делится либо у тебя есть отопление тогда это называется стяжка пола для теплого пола если нет отопления то минимум 6 сантиметров да то есть если отопление нету трубы то тогда толщина стяжки что вообще криво толщина стяжки должна быть минимум 6 сантиметров то есть это скажем всегда идет второй этаж то есть у тебя это так делается в живо всех жилых помещениях во всех помещениях где работают люди где есть дохождение и риск того что будет звук будьте слушать люди слышать люди то есть соответственно здесь как бы еще один момент перед здесь а есть фолия да вот в этом месте между пенопластом и бетонной плитой есть фолия меньше раздавали фолия для тех кто танки фолия пленка пленками меня я и прошу прощения очень многие до термины то есть я учил на немецком языке потом пленка ложится поверх пенопласта чтобы когда ты делаешь стяжку он то есть тяжко есть сухая есть жидкая вот как наливной полком то есть также наливают ровняют и приезжает мини этот миксер большой миксер до бетономешалка большая заливая закачивать пролибрировали его рейка специальной и вот чтоб он не зашел под пенопласт и пенопласт не задрал пусть он легкий сам по себе вот здесь тоже делают пленку соответственно про краям обязательно вот это не знаю как русский называется ран что это вот который по краям демпферная лента демпферная лента по краям точно так же все вот эти пороги они прорезаются если это наливной пол то сюда тоже демпферная лента то есть это вариант всех жилых помещений с условием что под низом у вас есть еще одно помещение теперь если у вас под низом нету помещения да то есть подвал то есть говорим только за стяжку то соответственно здесь у вас есть фолия до пленка там тоже она у нее определенное количество микрон то есть это не может быть пленка которая оклеивает там наш тоненький целлофан я не знаю кто заводит специально пленка у нее там определенное количество толщины до микрон тогда вот это вот и сп будет 4 дур как он по-русски называется из из садирования пенополистирол 1 пенополистирол то есть не тот который с крышками а который вот толщиной плотный он будет первый будет составлять как правило 4 сантиметра пленка вот здесь обязательно то есть это вас подвал то есть либо это плита может быть до этого тоже дойдем какая плита пленка это называется гейгенбоденфойте то есть по русски против того что земля наша это живая мать живая материя она дышит у нее есть испарение испарение все тепло идет наверх вот против того чтобы это тепло прошло вот здесь вот и прошло сюда к вам в хату короче это тепло должно идти сюда как это будет сделано мы это сделаем вы ну интересно будет тем кто строит и кто хочет построить действительно дом по немецкой технологии как строить немцы то есть вот эта пленка которая здесь да она против годы фойте соответственно первый слой у вас 4 сантиметра это респ вот это вот 4 дур называется полистирол и второй слой у вас уже вот этот вот он тоже же таким музыка с это уже вот этот полистирол обыкновенный которого с шариками белый обычно пенопласт давать а вот наблюдает обычный пенопласт обыдный пенопласт да он делится по плотности он еще делится не только по плотности он еще делится по теплопроводимости как бы рисую вот этот из пеппа теплопноводимости его бывает 4 вида до 045 040 040 35 32 как думаешь какой самый лучший самый плотный месяц судя по самому теплый судя по образованию в германии на 32 это я тебе говорю самый лучший самый дорогой является вот этот вот ну там же единицы германии единица лучшая оценка оценка до единицы показатель единицы это очень плохой в теплопроводимости то есть чем меньше вот это число тем это лучше то есть соответственно ну сюда как бы достаточно было бы вот 040 либо 035 сюда 045 это жесть и вот этот 4 пола может быть 3 сантиметра опять дальше у нас идет следующий слой здесь опять у нас это пленка и фоли и опять у нас здесь идет стяжка это без теплого пола если теплый пол нас соответственно трубы это без теплого пола толщина 6 стекла полом где-то приблизительно 6 будет у нее должна быть поверхность отверх от трубы 4 сантиметра наверх это зависит от диаметра трубы то есть я думаю чем больше труба тем долго должен быть так как бы сантехник дает уже это задание тому кто делает стяжку да то есть он говорит мне от трубы наверх должна быть такая толщина то есть это без теплого пола соответственно если теплый пол здесь дорисовываем трубы вот эта толщина которая отверха должна быть не менее 4 но это задание дает уже сантехник то есть он знает о его трубах какие у него трубы то есть вот виды используют это используется подвал то есть либо либо если нету подвала то первый этаж тогда это плита и и и и и и и и и